Пока законопослушные граждане отдыхают, квартирные воры работают не покладая рук. Ведь лето для них – горячий сезон. Как не стать жертвой домушников, разбиралась Феруза Бегматова. Хозяева в отпуск, воры в гости. Количество квартирных краж зашкаливает. Сезон домушников в самом разгаре. Кусуху! Контроль! За спину! Пульт охраны. Доброе утро. Полиция то и дело фиксирует оповещение с охранных систем. Сначала в Киеве наряда реагирования полиции и охраны сделано почти 69 тысяч выездов на спортирование тревожной сигнализации. Но в ту ночь наши герои не успели вызвать наряд. Вырезал вот так квадратик, аккуратненько, к лазерам руку туда, открыл ключом двери и зашел. Супружеская пара, Эмилия и Василий Козюки уже готовились ко сну. Почала собачка гаукат. Думаю, несу в ванну, чтобы она там гаукала, потому что человек спит. И в коридоре встречаю крадея. Капюшоне с повязкой на лице и с ножом в руке. Угрожая, он довел хозяйку до спальни. Там лежал муж после инсульта. Вор заставил Эмилию отдать все сбережения. После потребовал и золотые украшения. Этот блеф сработал. Вор испугался и выбежал из дома с награбленным. Уже после пострадавшие вызвали полицию. Их дело уже два месяца покрывается пылью правоохранителей. Люди не захищены. Люди для них, как мухи. Ни малейших сдвигов, ни информации от следователей. Но в одном Эмилия уверена. То, что наводка была стопроцентная. Именно по наводке грабители действуют в большинстве случаев. На обум на дело идут разве что дилетанты. Это Владимир Шаповалов. В криминальных кругах лорд. Сейчас продюсеры телеперсона, в прошлом известный домушник со стажем. Опять-таки же работают профессионалы. То они могут следить и по три месяца. Пользуются такими примочками, как печенье подложить под коврик. Таким образом они узнают, что когда приходят хозяева, когда уходят. Домушники сперва за жертвами следят. Изучают график и хозяев, и соседей. На дело идут и средь бела дня, когда владельцев нет дома. И ночью, когда те спят. И в магазин за вами идут, и ведете вы ребенка в садик, то же самое. Если воры выбрали квартиру, то шансы уберечь свое добро у владельцев минимальны. Но хуже всего то, что люди сами своим поведением привлекают грабителей. Итак, идем на эксперимент. Устраиваем проверку на бдительность. Составляем анкету, псевдосоциологический опрос о предстоящем отдыхе. По легенде, мы выясняем, больше ли стали путешествовать украинцы после ведения без виза. На самом деле, узнаем, когда хозяев не будет дома. Первый выстрел. И сразу попадание. Мы уточнили, целые сутки квартира свободна, а значит, открыта для незваных гостей. Хотя попадались и не такие доверчивые. Но быть недоверчивыми к незнакомцам недостаточно. Случайно слить информацию грабителям могут и люди из близкого окружения. Каждый раз, подходя к тумбочке, думая о том, как же беспечно я вела себя относительно своих денег и того, что я заработала. Потому что в один момент я потеряла достаточно большую сумму денег, которую я кладывала на покупку новой машины. Казалось бы, квартира Лилии с первого взгляда ничем не отличается от соседних. Но грабили именно ее. Мы организовали встречу Лилии и Владимира Шаповалова. Ну, рассказывайте, спрашивайте. Консультация криминального профи и жертвы. У вас замки были взломаны или открыты? Нет. Открыты. Полиция сказала, что просто открыли. Нет, мыечка. Там были бы царапины, там в любом случае было бы. Я же о чем и говорю. Поэтому сделали слепок. Ни взлома, ни царапин. Вероятнее всего, у грабителя была копия ключей. Кто может иметь более такой доступ к вашим сумкам, к ключам? Родственники, знакомые и так далее. Вот и все. Сделать слепок только две секунды. Сейчас режете пожилому. Из песни слова не выкинуть. У вас было разбросано там на кухне крупы, высыпание? Все идет к тому, да, вот по вашему рассказу. Я реально понимаю, что кто-то у вас из близких не чист на руку. Как защититься и чем отпугнуть современного грабителя? У вас дверь замечательная. Ее не надо менять. А по поводу замков, то замки надо реально менять. У вас даже верхний замок, бабочка, он даже без титановой накладки. Хотя и титановая накладка тоже не помогает. Но она задерживает вора. А время для вора – самый важный фактор. Если они не смогут скрыть его там за три минуты или пять, они отказываются. А вот сигнализация, по мнению Владимира, пустая трата денег. Если мы там знаем, что охранное агентство там приезжает за 10 минут, то мы проникнем в квартиру и сделаем свое дело за 8 минут. Да, панацеи нет, но все же надежные двери, замок – неплохая преграда для воров. А еще и молчание – золото. Не стоит хвастаться долгожданным отпуском, ведь проанонсированная, к примеру, в Фейсбуке поездка может закончиться ограблением. А социальные сети давно стали сетью, с помощью которой воры легко ловят доверчивых и тщеславных. Фируза Бегматова, Ольга Паломарюк, Геннадий Аникеенко. Подробности недели – телеканал «Интер».